Окей, hit the end. Зибен, зибен, ай люлю, ай цвайн драйон. Как вы уже поняли, речь пойдет, конечно же, о всенародно любимой Верке Сердючке. Давайте разберем премьеру Make It Rain Champagne. Погнали! Сделаем дождь из шампанского. С такого заявления начала Верка Сердючка после длительного-длительного перерыва в своей успешной карьере. Кто со мной еще не знаком, это Богдан, так что добро пожаловать в мою интернет-семью. Обязательно подпишись, стань частью моей интернет-семьи, вместе покоряем музыкальное пространство и расширяем наше интернет-комьюнити. Честно говоря, мне очень приятно снимать этот выпуск, потому что мы поговорим, наконец-то, о всенародной любимице Верке Сердючке. Андрей Данилко практически похоронил Верку Сердючку на 10 лет, и люди расстроились, потому что все любят Сердючку, все жаждут увидеть ее на праздниках, на корпоративах, на днях рождениях, на концертах. И это действительно такой национальный герой музыкальный, как для маленьких детей, так и для взрослых. Андрей Данилко устал, выгорел, он во множествах интервью рассказывал о том, что хочет отойти, хочет отдохнуть, потому что жизнь просто проходила мимо в связи с колоссальнейшим количеством гастролей. Кстати говоря, Сердючка известен на международной арене, потому что он практически победил на Евровидении 2007, заняв при этом второе место. Андрей Данилко-Сердючка снимался, снимались, аааа, в голливудских фильмах. Ну и, конечно же, Данилко всенародный любимец во всем СНГ. И вот, наконец-то, не зашла заря, Make It Rain Champagne, давайте сделаем дождь из шампанского. С такой заявочкой к нам возвращается Андрей, давайте послушаем композицию, оценим ее. Я напоминаю, что предварительно ничего не гуглю, не смотрю, не слушаю, дабы моя реакция была максимально честной и искренней, поскольку эта премьера очень ожидаема. Давайте послушаем. Да, ну, ну! О-хо-хо, боже, да ладно! Очень неожиданно, во-первых, мне нравится этот такой мини-голосовой хук Make It Rain Champagne, оно сразу заедает в голове, а сама мелодия, сам битва вступления, он схож с детским мультиком. Мотив мультяшно-сказочный, это лишний раз говорит о том, что Сырдючка любимица от самых маленьких деток до пожилых зрелых людей. Ребятушки, мощный припев, мощный заедающий хук. Уже с самого начала это привлекает, притягивает внимание, меня удивил акцент Верки Сырдючки, он очень хороший. То есть, вот этот English Pronouns не попахивает русским таким наречием, знаете, из разряда Hello, my name is Verka, I'm from Ukraine and this is my mother. То есть, нету вот этой дичи, очень красиво звучит, классно сведено, сама минусовка интересно обыграна, причем Сырдючка смогла сохранить свой стиль, но в то же время добавить трендовых фишечек. Я... у меня просто пропадает до речи, насколько это неожиданно слышать, видеть. Настолько переполняет эмоции, настолько я рад, настолько я погрузился в какое-то детское состояние, потому что для меня Верка Сырдючка это артист из детства. Я еще помню, когда он вел, как это называлось, господи, СВ-шоу, где они в вагончике ехали. В этом вагончике Сырдючка приглашала звезд, брала у них интервью, у них был такой развлекательный жанр, она проводница, звезды-попутчики, блин, ну как-то, знаете, даже в те времена в шоу была какая-то душа. Сейчас очень вылезана картинка, все уделяют внимание свету, монтажу, звуку и т.д. Тогда этого не было, и люди уходили в такие проекты с душой и вкладывали туда в первую очередь человеческий ресурс. Для меня эта композиция чистой воды праздник, настолько настраивает, настолько втягивает. Мы уже с вами плавно подошли к проигрышу. Давайте с вами послушаем какой там бридж и поставим свою оценку. Просто офигеть. Мне нравится, кстати, что Сырдючка добавила мужской вокал, добавили эффект стадиона, да, объемность звука, и такое ощущение вроде-то действительно на огромном стадионе, на огромном поле футбольном, или какие-то игры происходят, или снова Евровидение, и у тебя появляется этот патриотический дух, желание кричать, скандировать какие-то сленги, фразочки. Ребят, впечатлением неимоверным, наверное, за полгода существования моего блога, это такая самая эмоциональная реакция, обзор, потому что мне было тяжело сидеть спокойно на стуле статично и при этом не двигаться, все время хотелось задавать ритмы, соответствовать настроению песни. Для меня эта работа настоящий эталон, как действительно должны возвращаться звезды, как громко заявлять о себе и завоевывать новую аудиторию. Ставлю 10 из 10, потрясная работа, Сырдючка, Умничка, и у меня еще долго не сойдет улыбка с лица, я обязательно скачаю эту песню. Обязательно подпишись на мой канал, не пропускай горячие премьеры, новинки, анализ новых клипов, музыки, альбомов, ведь Беспалов Мьюзик это 24 на 7 музыки, так что рад вас приветствовать своей интернет-семьи. Я не прощаюсь, а говорю до скорых встреч, где? Конечно же, на моем канале.